Как перестать прокрастинировать и завершать свои дела? Да, задачка-то адская. Поставьте лайк, давайте. Угу, сейчас пойдет получше. Здорово, меня зовут Андрей, вы на канале Plujner Factor. Прокрастинировать, что это такое? Если простым языком, то это какая-то внутренняя гадкая половина вас, которая постоянно вас заставляет делать не то, что надо. Например, сейчас вам нужно почитать физику и подготовиться к завтрашнему уроку, а очень хочется в доту поиграть. И ты такой, ну ладно, сейчас я разочек гомонул, потом почитаю. И в итоге ночью понимаю, что завтра тебе задница. Вот это, друзья мои, прокрастинация. Я с ней очень хорошо знаком. И, наверное, чтобы эту задачку победить, давайте немножко, как на примере, погрузимся в мое прошлое. Итак, установка. Как из хронического прокрастинатора превратиться в человека, который завершает все свои дела в срок? Я не знаю. Но мы попытаемся это решить. Так я родом из небольшого военного городка, который находится рядом с городом чуть побольше, который находится рядом с Москвой. Если вы живете в большом городе в провинции, вы намного ближе к Москве, чем я тогда был. Для примера, чтобы доехать в институт к паре в 8 часов утра, мне приходилось вставать в 4.50, я думаю. Соответственно, долгая дорога в институт, долгая дорога обратно, усталость. И мама, которая говорит, если у тебя нет связей, ты не сможешь пробиться туда-то. Или если у тебя нет друзей, ты не сможешь попасть туда-то, поэтому живи спокойную жизнь и будет у тебя все хорошо. Что как бы правда, но нет, это не правда. Вы можете добиться всего. Единственное препятствие, которое перед вами есть, это вы должны сделать работу. Есть такая даже книжка очень хорошая, английская, которая называется Do the Work. И она вроде как банальная, как и все остальные книжки, которые рассказывают о эффективности и всяких таких делах. Но смысл простой. Чтобы куда-то дойти, вам нужно начать идти. А чтобы куда-то доплыть, должна быть цель. Куда плывете, иначе сколько бы вы не плавали, это бесполезно. Правильно? Так вот, я молодой, весь в себя энергичный, у меня друзья, у меня тусовки, институт. Ну, поскольку-поскольку, потому что все же учатся в институте. Я не говорю, что это именно какие-то гулянки, еще что-то. Нет, это онлайн игры, например, я очень люблю поиграть. Или ты встречаешься с друзьями, или ты идешь на рыбалку, или ты идешь во двор играть на гитаре. Все это офигенные занятия. И вы должны и не заниматься. Но вы должны понимать, что если вы делаете что-то одно, то вы не делаете что-то другое. Поэтому должна быть некая приоритизация в ваших делах. Такой небольшой дисклеймер. Я ненавижу этих людей, которые выкладывают в инстаграм, в сторис пост, что типа, а вот я сегодня пробежалась, позанималась фитнесом, потом позанималась йогой, приготовила ПП-завтрак, выучила новый язык, сходила на плавание. И тут настало время обеда. Зачем такая эффективность, если ты не успеваешь жить? Жить надо. Поэтому, поймите меня правильно, все фановые занятия должны быть, но они должны быть в меру. Самая банальная вещь, которую вам кто-то сказал, и это правда. Соответственно, подходим к концу университетского года, экзамены, и тут я понимаю, что мне полная жопа. И с точки зрения финансов, потому что что-то накопить, где-то поработать я не особо успел, с точки зрения учебы. А тут вроде смотришь сбоку друзья, которые не на всех тусовках были, но они интересные все из себя, такие прикольные. Кто-то квартирку или комнату начал снимать и переехал в Москву, что для меня тогда было просто каким-то космосом. Кто-то про свою работу рассказывает, да пусть он хоть в Макдональдсе работает, он деньги уже зарабатывает. Это круто, вы понимаете? Но для этого нужно инвестировать свое время. По сути, ваше время это как бабки. Если вы инвестируете деньги, вам возвращаются они с неким профитом. Если вы неправильно их инвестируете, то никакого профита нет. Короче, много времени ушло, много ошибок я своих совершил. И готов поделиться с вами несколькими секретиками, которые мне помогают жить и не стать маньяком, а эффективность. А быть просто тем, кто завершает дела, которые ему более важны, чем другие. Вот и все. Ну и сделаем мы это с вами, конечно же, более эффективно по пути. Сегодня хороший день, хорошая погодка. И сегодня мы с вами поедем прокатимся на вейк-серфе. Погнали! Мы немножко пофлексили, хватит с этим, давайте по-серьезному. Марго, вот ты мне скажи, как все успевать? Все успевать, надо просто больше всего делать, тогда будешь больше успевать. Чем меньше делаешь, тем меньше успеваешь. Хорошо, а если у тебя слишком много дел? Значит, если ты начал, значит, ты дело закончил. Значит, ты отведи себе, у тебя 5 дел. Вот распределить себя, одно дело делаю час, второе дело делаю 40 минут. Ну, то есть распределение времени, все должно быть какое-то. Ну, мне кажется, что да. Просто ты должен следовать своему плану. Не надо так что-то, ой, все, я уже превысил свое время, значит, следующее дело делать не буду. Нет, значит, первое дело закончил, отложил, а начинаешь делать второе. Все по графику, не отказываются от ничего. Знаете, у меня было рассеянное внимание. То есть я такая, блин, сегодня надо поехать туда, значит, сделать вот это. Меня все отвлекают. Там то дергают, то дети дергают, то там дергают. Вот я как-то решила, вот я беру дело какое-то, и вот я все же, что бы вокруг ни происходило, я только им занимаюсь. Пока я его не захочу. Внимание и фокусы на него. Да, внимание и фокусы. Вот ничего, звонит телефон, там, еще что-то. Нет, вот я это дело сделаю, то есть идти четко, не рассеивать свое внимание. Тогда они будут, дела быстрее. Вот ты сделал полностью, и все, его забыл, вычеркнул, тебе не надо о нем думать. А так ты думаешь, это хватаешься, ты думаешь об этом деле, схватаешься за второе, ты еще думаешь про первое дело. Вот так не получается ничего. Для понимания у Марго два бизнеса и дети, двое. И ей надо все успевать. Итак, номер один, это надо начать делать. Do the work. Кому-то помогает книжку мотивирующую почитать, кому-то помогает поговорить с кем-то, чтобы его замотивировали. Кому-то помогает, чтобы его наоборот, всю правду матку сказали, друзья. Смысл один. Чтобы куда-то дойти, вам нужно встать и пойти. Ищите вы работу, не можете найти. Нужно сесть, открыть браузер, открыть хх.ру и искать эту работу. Надо обзванивать компании, а не просто говорить, я хочу устроиться на хорошую работу. Понять, чего тебе не хватает. Эти навыки подтянуть и продолжать это делать, пока ты ее не найдешь. А может, стоит найти что-то поменьше, там подучиться, а потом хорошую найти. Поэтому вперед, встал и пошел искать. А потом, как результат какого-то успешного дела, можно себя, так сказать, отблагодарить. Подарить себе подарочек, пойти и рубануть. Даже сказать, что не знаю, что опущен женой собственной. Вот так. А вообще, ребята, покатались, а теперь пора поработать. Собственно, то, о чем мы говорили. Самое важное, не забывать бруселя. Номер два. Это сфокусироваться. Вы должны сфокусироваться на задаче и сделать ее. У меня, например, такой характер, когда я хочу научиться всему, поделать все, и мне все интересно. И я не из тех людей, у которых все сразу получается. Посмотрел видосы Daily File 4, захотел басом заниматься. Взял у друга бас, поиграл пару недель в бас и понимаю, что он крутой. И мне очень нравится этим заниматься. Но, к сожалению, не остается времени на видео для YouTube и для моих клиентов. Окей, сократили. Или, например, я хочу заняться плаванием. А еще я хожу в спортзал, еще у меня есть работа. А если вы еще спросите, типа, братан, а ты кто такой? Почему ты нам тут рассказываешь про крастинацию? Что ты такой весь красавчик сидишь, тебе делать нечего, записываешь видосы? Так вот, я вам хочу сказать, что видосы – это мое хобби, которое ни денег не приносит, только самоудовлетворение мне приносит. И счастье, что я вам это все дело рассказываю. Ну, вот такой я человек. А у меня есть основная работа. У нас с женой есть свой бизнес. Кофейня, которая занимает очень много времени. У меня двое детей, двойняшек, которым еще не исполнилось три года. Если у вас есть дети, вы меня сейчас очень хорошо поняли. Если у вас нет, то просто поймите, что это задница. В плане времени. Так-то они хорошие ребята. Нет, ну, правда, я своих детей очень люблю. А еще у меня есть хобби. А еще я хочу хорошо выглядеть. Спортом занимаюсь. А еще я хочу уделить времени жене, себе, друзьям, всем. Короче, времени никогда не хватит. Поэтому вы должны приоритизировать свои задачи. Да, иногда придется делать приоритет в пользу полезных дел, а не сериальчик посмотреть. Поэтому сфокусировались, выбрали дела, сделали себе, если совсем не получается, сделайте себе списочек. Господи, в чем проблема? Вот у меня список в этой неделе самых важных дел, которые я должен успеть. Потому что перехожу на другую работу, надо собраться в отпуск, сгоняем в Адлер, потому что Европа закрыта. Но без этого списка я начинаю превращаться в того, кого я ненавижу, в эффективного чувака. Поэтому сфокусировались, сели и сделали дело сегодня вечером. Так жить веселее. Так ты делаешь дела, так ты двигаешься вперед, и ты сам перед собой... Блин, я себя чувствую круто каждый раз, когда выпускаю видео. Хотя на это я трачу многие часы. Марго! Что бы ты сейчас хотела поделать? На диван лечь и поесть. Что будешь делать? Разботать. Да, конечно, то же самое. Очень хочется вот сюда, но нет. Мы идем вот сюда. Чтобы еще было проще, номер три, давайте представим наше дело как некую битву. Там вот тут идут белые, тут идут красные. И когда вы вкладываете время, вы побеждаете. Условно сядьте и заставьте себя позаниматься каким-то делом 30 минут. Через 30 минут ваш мозг уже проще пойдет. И, так сказать, белые-то побеждают. Но стоит вам отвлечься на телефон, всегда вот ваш гадкий я внутренний, который там сидит, он всегда будет пытаться, а что там в инсте, а что там написали, а что там в паблике ВКонтакте пишут и так далее, и так далее. Понимаете? Давайте, вот прям 30 минут положили телефон в сторону, на беззвучный включили, поделали 30 минут дела, потом еще добавили минут 20, сделали, все, посмотрели телефон, расслабились 10 минут, пошли там, не знаю, чайку попили с женой. А чтобы еще проще сделать, сделайте дедлайны по своим делам. Ну, например, мне на этой неделе нужно демонтировать фильм, который мы должны на фестиваль отправить, мой собственный, горжусь. Начать просматривать материал под второй фильм, который я должен буду сделать до конца июля. Передать дела по старой работе, в которой достаточно большой объем представляю. А снять 6 серий для YouTube, чтобы выпускать их для вас, даже когда я буду в отпуске. Сделать много домашних дел. Выделить время, как бы это ни звучало гадко, но выделить время на свою семью. Потому что если и дела немного делать, и недостаточно внимания семье уделять, толку ни от того, ни от того. И без дедлайнов будет сделать это сложно. Поэтому просто распишу себе, что до вторника я должен сделать это, до четверга вот это, до пятницы вот это. Так будет проще. Я буду ориентироваться, что из этого первое, что из этого второе. Сажусь и делаю. И это мне помогает. Ну и самое последнее, пятое, и самое мое любимое, это надо отдыхать. Как бы это тупо не звучало. Есть люди, как Моника из друзей, знаете такую? Которая всегда чем-то занята. Всегда убирается. Всегда что-то делает. Се успокоился и сразу мысли в голове. Я ничего не делаю. Я прослеживаю свое время, свою жизнь. Все плохо. Я ничего не достиг. Так не должно быть. Так неправильно. Если мозг не отдыхает, если вы не отдыхаете, если вы кайф не получаете от жизни, зачем это все? Эффективность, работа, зарабатывание денег, еще чего-то. Если у вас не остается время на себя и на самые важные для вас вещи, например, моя семья, я, мои хобби, моя работа, только в такой последовательности. Понимаете? Вы должны отдыхать. Если не получается делить время на отдых, раз уж засели в дотку, то весь вечер будете шпилить, тогда ставьте себе таймер. Поставили 60 минут таймер, поняли, что сегодня хорошо бы еще начать вот это вот делать, хотя очень не хочется, но как только вы сядете и 30 минут поделаете, вам будет проще. Поставили таймер, сели приставку, порубили, пообщались с женой, посмотрели сериальчик, три серии сериала прошло по 20 минут, смотрите, таймер пикает, вы уже про него забыли. Встали, заставили себя и пошли еще часик, что-то поделали, вернулись к жене, если она еще не спит, как моя. почитали книжку, может быть, или посмотрели вместе, или пошли погуляли, или все что угодно. Отдых тоже очень важен. Поэтому прокрастинация это вы сами, сопротивление внутри вас, и чем чаще вы применяете вот эти инструменты, о которых я говорю, тем проще вам будет с ней бороться, потому что привычка возникает делать что-то, и я вас уверяю, у вас будет собственное настроение намного лучше, когда вы будете дела эти завершать. Выпустил видео на YouTube, у меня прям взрыв просто настроение, и я готов заниматься другими делами, и буду очень счастлив. Но имейте в виду, тот самый хитрющий чувак, который сидит у вас тут, ух, корыстный он, все время будет пытаться какой-то ересь у вас занять, а вы от него отбиваете. Делайте то, что вам нравится, живите счастливо, любите своих близких, и я не знаю, что еще пожелать, жизнь должна быть кайфовой. Поэтому, друзья, вам успехов, и я уверен, это видео вам поможет. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете об этом, как вы справляетесь с прокрастинацией. Ну и до следующей серии. Всех был Ратвить, пока!